Друзья мои, всем привет! И сразу же вопрос, как мужчине после 50 лет чувствовать себя отлично, чувствовать себя на 20-30 лет? Возможно ли это? Вопрос, я думаю, волнует многих из вас, поэтому мы сегодня с вами будем разбираться. Я очень рада видеть каждого из вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, делитесь вашим мнением в комментариях, задавайте интересующие вас вопросы, и в следующих видео мы обязательно их будем разбирать. Вопросов, конечно же, много. Почему кто-то из мужчин выглядит прекрасно в 50 лет, а кто-то уже видно, что возраст даёт о себе знать? Ну, вообще, я считаю, что мужчина в любом возрасте может выглядеть прекрасно и прекрасно себя чувствовать абсолютно в любом возрасте, но особенно, особенно мужчины делают акцент вот на этот возраст 50 лет. И много приходит вопросов, как в 50 выглядеть и чувствовать на 20-30. Так вот, конечно же, на это влияет огромное количество факторов. Это и ваш образ жизни, и ваши вредные привычки, и ваше питание, и множество-множество других факторов. Да, ваше состояние здоровья, как вы себя чувствуете, вообще, какие у вас были хронические заболевания, да, или острые заболевания, которые перешли в хроническую форму. Всё это в совокупности очень ярко, очень сильно влияет на вашу жизнь. Поэтому для того, чтобы хорошо выглядеть, чтобы хорошо себя всегда чувствовать, вам обязательно, обязательно, вот здесь крайне рекомендуется правильно соблюдать питьевой режим. Пищевой, дальше про это будем говорить, и питьевой режим. То есть, нужно выпивать полтора-два литра воды в сутки. Это крайне важно. Обычно чистой воды, не считая супа, чая, кофе и так далее. То есть, обычная, нормальная питьевая вода без газа. Дальше. Ваши вредные привычки сводить к минимуму. Лучше бы от них вообще отказаться. Но, конечно же, мужчина, который курит, он будет хуже выглядеть, чем мужчина, который не курит. Соответственно, мужчина, который пьёт, выпивает, употребляет алкоголь, как хотите назовите, его лицо будет гораздо больше подвержено отёкам, чем мужчина, который, соответственно, не употребляет алкоголь. А если мужчина и курит, и выпивает, то, конечно же, это всё сказывается на его лице, руках, внешнем виде, цвете кожи и так далее. Потому что как раз-таки алкоголь задерживает жидкость. Поэтому именно от алкоголя мы видим такое огромное количество отёков. И на лице в том числе вот этот вот помятый вид, да, как будто вот чуть-чуть убралось, да, лицо на один бок. Ну, соответственно, это как раз-таки говорит о том, что, скорее всего, накануне мужчина принимал алкоголь. Ну, то же самое и про женщин. Просто сегодня мы говорим именно про мужчину. Дальше. Адекватная физическая нагрузка. Вот этот возраст, он опасен тем, что я вижу, что как раз-таки в этом возрасте мужчины хотят какие-то рекорды поставить. То есть начинают активно заниматься спортом, качать мышцы, в каких-то там соревнованиях участвовать. Для того, чтобы добиться вот каких-то рекордов. Друзья мои, ну, это тоже абсолютно неверно. Конечно, если вы всю жизнь в спорте, это один вопрос. Но когда мы говорим про мужчину, который не занимался спортом, и вдруг раз и начал заниматься спортом. И пошёл там бегать, марафоны, участвовать в каких-то соревнованиях. То это абсолютно неверно. Хотя, когда мы, допустим, я участвую сама в забегах, как вы знаете. Я вижу, что много мужчин достаточно зрелого возраста и даже 80 лет участвуют в забегах. Это, конечно, прекрасно. Надо понимать, что в течение практически всей жизни они бегали, они тренировались. Поэтому физическая активность должна быть именно адекватная. То есть, пожалуйста, кардионагрузки 2-3 раза в неделю по 40 минут. Бег, соответственно, велосипед, плавание. Может, кто-то на танцы будет ходить. Пожалуйста, дома выполнять упражнения. Мы очень много времени посвятили с вами видео как раз-таки упражнениям. Упражнения также должны быть. Плюс гимнастика Кегеля, которая очень эффективно помогает, когда мы говорим про нарушение кровообращения, застойные явления в органах малого таза. Соответственно, восстановление потенции, эрекции. Это всё в совокупности играет очень большую роль. Поэтому я вам крайне рекомендую эти, соответственно, рекомендации внедрять. Дальше. Питание. Питание должно быть разнообразным. Питание должно быть правильно. У вас должны быть морепродукты, рыба, обязательно крупы. Исключать больше простых углеводов. Исключать сахар, исключать соль. И тогда вы увидите себя совершенно по-другому. Совершенно по-другому. А ещё обязательно, конечно же, нормализовать режим сна-отдыха. Потому что что бы вы ни делали, как бы вы ни питались, ни занимались спортом, но если в вашей жизни будет недостаточное количество сна, никакого потрясающего эффекта не ждите, его не будет. То есть сон должен быть адекватный 7-8 часов в день, а не круглосуточно там, соответственно, работать. И потом, а, в выходные мы отоспимся. Да не отоспитесь вы, ничего, это не будет работать. Ну и, конечно же, помнить про витамино-минеральные дисбалансы. Действительно, в нашем организме в течение всей жизни накапливается очень серьёзное дефицитное состояние. И многие витамины, которые сейчас производятся, они не подходят вообще для применения. Они неадекватны к применению. Почему? Потому что содержат красители, ароматизаторы и тяжёлые металлы, которые уже во многих странах запрещены. Я для вас специально разработала уникальный препарат, абсолютно натуральный. Чистое натуральное сырьё производится в городе Санкт-Петербурге. Проверено многократно данный препарат. Санкт-Петербург оказывает системное воздействие на ваш организм. Также улучшает потенцию эрекцию, либидо и влияет на сперматозоиды. Банка и курс рассчитан на месяц. Я крайне рекомендую приём препарата в течение 2-3 месяцев. Особенно, если уже есть какие-то нарушения. Эффект вы обязательно почувствуете. Для заказа первая ссылка в описании. Не жди, торопись, заказывай. Потому что действительно препарат уникальный. И многие уже мужчины испытали эффекты. А я вам желаю всего самого наилучшего. И до новых встреч. Пока-пока.